Проститься с Андреем Юранцевым пришли сотни челнинцев. Слова соболезнования родителям и близким от имени президента республики выразил Дауфит Хамадишин. Примите слова соболезнования от нашего президента, кабинета министров, государственного совета республики Татарстан. Нет слов, чтобы передать его храбрость и самодверженность. Он был настоящим солдатом. Андрей Юранцев вырос на рассказах деда о Великой Отечественной войне, поэтому и выбрал своим долгом службу родине. В его послужном списке участие в контртеррористической операции на территории Дагестана и Чечни, служба в Югославии и Сирии. Его стезей явилось служение Отечеству. Он проходил воинскую службу в разных частях вооруженных сил нашей страны, но везде проявлял личное мужество, воинскую доблесть и отвагу. В 2014 году он попал в ряды ополчения бригады «Призрак» Луганской народной республики. С первых дней принимал участие в специальной военной операции на территории Украины. Вы его сколько лет уже знаете? С 98-го года, 13-го ноября. Где вы познакомились? В автобусе, когда забирали в армию. Вечный воин из-за отчизны. У него принцип один был. Если не мы, то они к нам придут. Они здесь. Вот и счет. То есть настоящим героем? Совершенно верно. Андрей Яранцев отличался боевым духом и чувством справедливости еще в школе. Проводить героя пришли его друзья и одноклассники. Было очень обостренное чувство справедливости. Всегда за правду. Я до классики его недавно приезжал летом в июле. Собирались мы, встречались, рассказывал, как там все происходит. И действительно, вот тот чувство справедливости ему никогда не давало покоя. В садик ходили, в школу ходили вместе. Действительно человек таким с обостренным чувством справедливости. Честный всегда был. Достойный человек. Андрей Яранцев был настоящим воином. За мужество был награжден медалями за отвагу, Жукова за ратную доблесть. Младшего сержанта похоронили со всеми воинскими почестями.